17-летний подросток был убит в Алматинской области. Эта новость потрясла казахстанцев в минувшие выходные. Марлен Айдарбекулы скончался в результате драки в селе Байдебекби. Там произошла массовая потасовка среди молодежи. Причина ее неизвестна. Молодой человек получил огнестрельное ранение. Раны оказались несовместимы с жизнью. Среди ночи собравшиеся вызвали их сына на улицу, вспоминает отец парня. В руках у толпы из 80 человек было два ружья, рассказывает он. Мой сын получил дробовое ранение. Выстрелил парень по имени Дамир. Ему 20 лет. Ружье, как выяснилось, принадлежало семье этого парня. Всего у них было два оружия. Выходит, эти ребята пришли подготовленные. Они пришли убивать. Марлен учился в колледже в Алматы. К родителям приехал на летние каникулы помочь по дому. Он был открытым и старался всем помогать. Со слезами на глазах делится убитая горем мать. Полиция по факту смерти молодого человека завела сразу два уголовных дела. Девять подозреваемых в убийстве сейчас находятся в ИВС. По статьям 99-й части 2-й пункта 9-й и 14-й и статьи 293-й части 3-й уголовных судебных дела. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и доставили более 20 участников инцидента, девять из которых подборили в ИВС. Родители погибшего боятся, что убийцы смогут избежать наказания. По их словам, подобные разбирательства группа молодых людей в селе устраивает регулярно. Их было 70-80 человек. Организованная бандитская группа. Это не случай, который произошел случайно. Они пришли согласованно, специально стреляли. И никогда даже подумать не могла, что мой сын умрет вот так от чьих-то рук. Полиция сейчас проводит следственные действия. Они прольют свет на причину и детали произошедшего. К слову, за убийство задержанным грозит от 15 лет тюрьмы. Остальным участникам смертельной потасовки может грозить до 7 лет тюрьмы. Родные же погибшего Марлена Айдарбекулы требуют самого жесткого наказания для убийц их сына.